Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня, 10 августа, в русской версии игры Аркетч стартовала всем уже давно знакомая неделя испытаний, которая продлится до 17 августа. Здесь нам нужно будет выполнять каждый день то или иное задание. Но перед тем, как начать выполнять все эти задания, вам нужно выбрать персонажа, кем вы будете их выполнять. Сами задания здесь очень простые, ну и давайте пробежимся вкратце и по ним, и посмотрим, что нам нужно будет делать. 10 августа, то есть сегодня, нам нужно выполнить задание вдали от обезумевшего мира. Задание не будет учитываться, если вы выполните его на одной из межсерверных локаций, так что учтите это. Это у нас задание, которое все и так делают автоматически, берется оно уже и ценой, нам нужно будет потратить 500 очков работы и в награду мы получим еще 900 ремесленной репутации. 11 августа нам нужно будет выполнить задание лицензии на убийство Дауты. Приобретается у торговца полезными мелочами. Здесь нам просто нужно сходить на Дауту, делается это за пару минут. 12 августа выполнить задание охотничья лицензия рогатые ящерицы. Приобретается у Бернарда в доме региональной общины на полуострове падающих звезд. Берем лицензию у Неписи, не забываем ее активировать, просто нажимаем на нее правым кликом мыши, идем в указанное место и убиваем нужное нам количество мобов. 13 августа выполнить задание лицензия на убийство Барага Безумный. Приобретается у торговца полезными мелочами. Здесь нам нужно пройти инстанс Нагашар. Тоже делается легко и быстро, если правда у вас не появятся эти нудные и долгие комнаты. 14 августа выполнить задание охотничья лицензия Мертвые всадники и солдаты. Приобретается у Римы в доме региональной общины Инистри. Берем лицензию, не забываем активировать и идем в указанное место и убиваем нужное нам количество мобов. 15 августа выполнить задание Узурпатор кровавой армии. Данное задание выдается автоматически при атаке узурпаторов кровавой армии. Здесь сложность разве что заключается в том, чтобы успеть ударить этого узурпатора. 16 августа принять участие в событии Час Падальщиков. Квест можно выполнить в любой из локаций. Напомню, что событие Час Падальщиков начинается с наступлением войны в локации на западном или восточном материке. В этот день советники будут не раз собирать рейд на это событие, ставить флаги, так что точно не пропустите. Ну а 17 августа это у нас стандартный запасной день. В этот день вы можете выполнить одно из пропущенных вами заданий. Далее я хотел бы сказать, что мы переходим к самой вкусной части данного ивента, то есть к награде, но награда здесь так себе. За 3 дня выполненных заданий мы получаем 100 ящиков, а точнее 100 или эссенций света или эссенций хаоса на выбор. А также здесь мы получаем 7 штучек солнечного настоя. За 5 дней выполненных заданий мы получаем 100 дельфинских звезд и 5 штучек настойки усердного ремесленника. Дело в том, что ты втираешь мне какую-то дичь. Из-за выполнения всего ивента, то есть мы сделали задание каждый день, мы получаем целых 3 штуки керамистской гадальной руны. И честно говоря, я удивился, это не одна, не две, а целых 3 штуки. И здесь я прям такой похлопаю прям. Честно говоря, я приятно удивился, целых 3 штуки обычно везде одну впихивают. И вот как бы я на месте локализаторов поменял бы данную награду. Допустим, используем мы ту же самую награду, только в другом количестве. Допустим, 300 ящиков я бы поставил, 10 настоев, здесь 300 дельфийских, здесь вот это в мусорку. И поставил сюда 5 штучек банок из сеольки, которые дают по 2500 очков работы. Как по мне, такая награда за небольшой ивент была бы неплохой. Тем более, данная неделя испытаний бывает всего лишь 2 раза в год. Ну а что вы думаете насчет данной недели испытаний и ее награды, пишите в комментариях. Также, конечно, не забываем подписываться на канал и прожимать лайки видео. Ну а на этом пока что все, всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok